Родина всадников Барри Осборн, продюсер Толкин заставил нас решать множество нелегких задач и одной из таких задач в Властелине колец были тысячи лошадей, появляющихся на экране Рик Корреса, продюсер Когда вы читаете Властелин колец, то понимаете, что эти лошади настоящие действующие лица а не какой-то реквизит, знаете ли От коротких эпизодов до великолепных конных атак Лошади участвуют во всей трилогии и занимают важное место в создании этих фильмов Грэхэм Уэр, младший тренер лошадей Сера Грива и Лис Полоха играли две лошади, два жеребца одного звали Бланко, другого Домеро Домеро был основным с Полохом, Иэн Маккеллен Гэндальф Он был настоящей примой Тихо, тихо Дон Рейнендс, тренер лошадей Вот так он дает вам понять, что он настоящий жеребец Домеро был великолепен и, похоже, знал это Он умел принимать идеальную позу и застывал в ней Вперед, вперед Если нужно, чтобы он где-то стоял, я помечаю это место Теперь я могу отойти, а он останется на отметке Отметка Отметка Молодец Молодец Когда он слушался, он играл великолепно А когда упрямился, его отвадили обратно в конюшню И Бланко, который следил за каждым шагом Домеро Выходил на площадку и без заминки делал то, что надо Хорошо, вставай на отметку, давай, давай, давай Редко встречаются лошади, способные бежать к отметке, ведь это всего лишь маленькая вешка в загоне Многие просто не верят, что конь способен это сообразить Но просто удивительно, как легко они поняли это и как здорово научились Джет Бруфи верховой дублер Замечательно, не думаю, что в Новой Зеландии есть кто-то еще, кто мог бы заставить лошадей делать это Такие замечательные специалисты, как Дон Рейнендс и Грэг Моэр Метод называется свободная дрессировка Прежде всего потому, что лошади предоставлена полная свобода Она свободна от всех ограничений Понял, молодец, хороший мальчик, иди сюда Хлыст нужен в основном, чтобы показывать направление Он совсем не используется в основном качестве Скорее, как указка Им очень удобно обозначать направление, куда идти Или слегка постукивать лошадь, чтобы придать ей импульс, заставить бежать быстрее Служи, Бланко Служи Хороший мальчик, хороший Бланко белый андалузец Он любит работу и делает ее замечательно Выше, выше, выше Хороший мальчик, иди сюда Хороший мальчик Они обучили с полоха технике свободной езды И тогда нам понадобился очень хороший наездник И он нашелся Безил Клэпхэм из Новой Зеландии Он был достаточно похож на Гэндальфа, чтобы стать дублером Иена Учтите, что у вас нет ни стремян, ни уздечки, ни седла Господи, как же он скакал Он делал вещи, которые я бы никогда не смог Он ездил на лошади без седла и уздечки Такой грустный, усталый, с красными глазами А люди смотрят фильмы и говорят «Вау, Гэндальф, здорово!» И даже не представляют, что осталось за кадром Вы только что пересекли границу Гондора Джейн Эббот, верховой дублер Подготовка к батальным сценам была очень напряженной для лошадей и дрессировщиков Когда лошадь привозят на съемки, вначале она должна привыкнуть к обстановке Мы ставим лошадь в разные ситуации, в которые она попадет во время съемок И которые нечасто могут встретиться в обычной жизни Например, мы используем синие полотна для сглаживания впечатлений И заставляем лошадь ездить между висящими мешками Чтобы она привыкла к безумию, которое творится на площадке Крис Кирпсон, верховой дублер Я надеюсь, что они не укусят меня Некоторые из лошадей были довольно сырыми, если можно так сказать Они были неопытны, не готовы к предстоящей им работе Вначале обучили лошадь для Арагорна В основном пытались выполнить упражнение, в котором сначала лошадь полностью ложится на землю Чтобы Арагорн мог взобраться на нее, а потом она поднимается вместе с ним Во время тренировок сначала использовали манекен Лежать, ложись сюда Надеюсь, в день съемки она не уляжется на него Пришлось найти другую лошадь для этой специфической роли Взяли нового коня, Уреуса Он выучился очень быстро Его нашли в самый последний момент Кстати, как и меня Так что за день-два до съемок мне неожиданно вывели нового коня, который раньше никогда не снимался И который был очень силен и норовист В первый день он перенервничал Ему было очень трудно Снять сцену нам удалось, но похоже он был недоволен Мне было его очень жалко Это наводит на мысль, какими мощными должны быть боевые кони И он отлично справился Отлично Но во второй раз, когда его снимали Он смотрел прямо в камеру Как будто действительно играл и старался сделать все как можно лучше Это было здорово, но неожиданно Ведь поначалу ему совсем не понравилось Во второй съемочный день он упивался съемками и, кажется, ревновал каждой лошади, которая вставала между ним и камерой Забавно, я даже хотел взять камеру и снять документальный фильм о лошадях, спросить их, как им понравилось на съемках Кажется, он больше любит Кит-кэт, но согласится и на ириске Было сложно не обращаться с этими лошадями по-особенному, потому что они были настоящими индивидуальностями У нас был Флориан, белый жеребец, отец нескольких черных меринов Они родились от него, и когда он оказывался рядом, он вел себя удивительно, будто говорил Смотрите, это мои дети, это моя родня, не шутите с ними Он особенный, и он знает это У него удивительный характер, ведь он к тому же жеребец Он всегда старался обратить на себя внимание, меня это просто поражало Нам приходилось разделять жеребцов, потому что они терпеть друг друга не могли Однажды Уреус просто взбесился Он испортил несколько дублей, и между дублями его отделили от остальных Оказалось, среди лошадей была кобыла, чьего внимания он добивался Дело даже не в том, что он хотел кобылу Он хотел убить всех парней вокруг, перед тем, как добраться до нее Мы не понимали, что происходит, а потом догадались Снято, снято Пит, обязательно вставь это в бонусы после съемок Им нельзя угрожать, нельзя умолять их Нельзя зарыдать в надежде, что они тебе посочувствуют Нельзя сделать ничего, что обыкновенно делаешь с актерами Рин Байнс, верховой дублер Актеры, которые имеют дело с лошадьми, ведут себя по-разному Есть парни вроде Виго, которые прекрасно понимают лошадей Виго очень много работал с ними, он вставал раньше, чем нужно Приходил в конюшню, находил своего коня, ухаживал за ним, седлал И только потом отправлялся на выездку У меня появилось много друзей в Новой Зеландии, но я должен сказать Без сомнения, мой лучший новозеландский друг Несмотря на все подобные слухи Я подозреваю, что это Доминик приложил руку к их распространению Он провел много времени с ними, когда мы учили Брэго ложиться и вставать для фильма «Две крепости» В эпизоде, где Брэго спасает Арагорна на берегу реки Я лягу, он может немного покатать меня по земле, если захочет Даже если его научили это делать, он сделает так, как мы захотим? Да, именно так Ага, отлично Голову вниз, толкай Голову вниз, голову вниз, толкай Толкай, толкай его, толкай 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 Толкай, хороший мальчик, хороший, молодец Хорошо, хороший мальчик Он очень уверенно себя чувствует среди них, очень комфортно И они отвечают ему тем же Когда он в седле, кажется, что он провел там полжизни По-моему, это удивительно Немногим такое дано Вперед, вперед! Были и другие, кому приходилось много ездить верхом Карл Урбан, игравший Эомера Бернард Хилл в роли Теудена И Орландо Блум в роли Леголаса Мы справились, потому что много работали Я начал тренировки за пять месяцев до начала съемок И я тренировался в выездке и прочему, как сумасшедший Не знаю, здесь все собрано воедино И это потрясающе Потому что, как известно, мы на земле всадников Чувствуешь себя тесно связанным с конем Я езжу на парне по имени Перси Здорово, что мы по-настоящему подружились Мне кажется, я действительно хорошо езжу на нем Ведь эльфы известны как великолепные всадники Он один из лучших коней в фильме У него мужской характер Он прекрасный скакун У меня бы не получилась роль без этих животных По-моему, все актеры прекрасно ладили с лошадьми Да, хорошо, я думаю, у меня не будет никаких замечаний Просто старайтесь изо всех сил Давайте сделаем еще пару дублей Уже лучше Было нелегко, потому что раньше я почти никогда не ездил верхом Но постепенно я научился любить их Этих чудесных животных Я очень люблю их К тому же вы должны подружиться с каждым конкретным конем Потому что иногда нам давали других лошадей Это как снова начать все сначала Они могут быть очень норовистыми Когда у них плохое настроение, тогда они начинают лягаться Бить копытами по воде Примерно вот так Но все равно я очень люблю работать с ними Они великолепны И, конечно, нам очень помогали В отделе по работе с лошадьми Были очень снисходительны, вежливы И всегда были готовы помочь актерам Слишком высокий? Нет, почти нормально, правда? Мы удивительно похожи У вас примерно одинаковые размеры и все остальное Бернард взял много уроков Просто потому, что ему это нравилось А не потому, что не хватало умения Но он просто душу вложил в учение Мы подобрали ему коня по кличке Геркулес Большой серый помесь в першерона У этой лошади был прекрасный характер Бернард Хилл Теуден Нельзя просто вывести коня из конюшни с утра Бросить на него седло А потом скачать на него и поскакать по полям Он просто не понесет тебя Так что наше общение с лошадьми Сводилось в основном к выражению нашей благодарности А не к чему-либо другому Я просто любил бывать с лошадьми По четыре, левой, правой Куда ты, Грэхэм? Шире Бернард и Миранда просто молодцы Особенно если учесть, сколько им пришлось ездить верхом Очень здорово, что они с удовольствием приходят и ездят с нами Проводят здесь время, интересуются лошадьми И получают от всего этого удовольствие Давай! Вперед, 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 беги! Мою лошадь звали Даблин Миранда Отто Эуин Он красавец, немного ленив, особенно если всадник не уверен в себе Он знает, что иногда можно работать не в полную силу Джейк Мерфи, режиссер второй группы Как только садишься в седло, они понимают, что ты за всадник Знаете, когда актер говорит «но» или что-то еще, чтобы заставить лошадь идти, она понимает, всерьез это или нет Доминик Монаган Мэй Я мог сесть на лошадь и слегка пришпорить ее, примерно так А лошадь в ответ Если актеры не могут контролировать лошади, они просто становятся неуправляемыми, когда слышат команду «мотор» В результате ты уже не можешь сказать «мотор», не можешь даже сказать «включайте камеру», потому что лошади знают, что это означает и что должно сейчас произойти В результате доходило до того, что Дэйв Норрис вместо этого говорил «елочка, гори!» Или использовал всякие смешные словечки, чтобы обмануть лошадей, и они остались бы спокойны И снять все, покуда гром не грянул Я не буду кричать «мотор», когда мы начнем съемку, потому что Бейзилл сейчас верхом на замечательном бланку И мы не хотим испугать его Я знаю, что Бернард считал фразу «мотор» просто проклятием для своего коня Едва их произносили, он просто бесился Он очень своенравный, он знает Едва все начинают готовиться к съемке Приготовились И он уже горцует на месте Однажды был случай, не знаю, помнит ли его Дэвид Венхэм Он был в седле для съемок большой атаки на Асгелиад Дэвид не очень хороший всадник, хоть он и замечательный парень И его лошадь решила показать характер Дэвид Венхэм-фармер Снимал Джефф, я был в седле Он крикнул «мотор!» И меня просто вынесло из кадра еще до того, как он договорил это слово Его конь промелькнул перед нами Он просто исчез Он несся в ста ярдах впереди всех А Дэвид сидел в седле и разводил руками «Что я могу сделать? Я не могу его остановить!» Самое смешное в том, что если вы хотите снять, например, Дэвида Венхэма на переднем плане И его отряд, скачущий за ним У вас не получится сделать это с реальной лошадью Пришлось взять 166-литровый барабан Приделать его к машине, прикрепить на него седло, гриву и все остальное И актер садился на этот барабан, делая вид, что едет на лошади Лучший совет, который они могут дать людям, это... Вам, наверное, придется это вырезать Это вести себя так, будто занимаешься сексом на бочке Я говорил Дэвиду Венхэму, трахни эту лошадь, понимаешь? Вот так Мои поездки на бочке действительно выглядели, как будто я делал что-то противоположное езде верхом Езда на бочке ничем не хуже любого другого занятия Нужно делать это аккуратно, иначе люди будут смотреть и смеяться Это действительно выглядит глупо У них была еще одна на колесах, которую возили по съемочной площадке Было невероятно смешно видеть, как снимали эти сцены Билли Бойт Пиппен От этого чувствуешь себя глупо В этот момент Шекспир на ум не идет Только будь серьезным Я серьезен Давайте снимать здесь Три, два, один, мотор Готово По-моему, он сломал ногу К тому времени, как мы подобрались к третьему фильму Ричард Тейлор и Сив Ингрэм совместно построили очень сложную модель лошади с компьютерным управлением Джейми окрестил ее телефонной пони Так ее звали на площадке, чтобы не путать с лошадью бочкой Ричард Тейлор — творческий директор ВЕТА Потрясающе У нее двигаются глаза, рот, уши шевелятся, все тело движется Она может идти галопом Это был настоящий Мерседес фальшивой езды Окей, давайте на полную Аттракционника лошадь Пит, вот еще доллар У вас еще, у вас еще две минуты Сегодня мы снимаем сцену для третьего фильма Это «Атака Рохирим» на пленерских полях у Мина Стирита Это одна из самых великолепных сцен во всей трилогии, ей-богу И это день, которого многие из нас ждали так долго Еще три или четыре года назад мы с Ричардом Тейлором обсуждали, сколько нам потребуется роханских костюмов Я сказал, давай сделаем 250, мне хотелось, чтобы было 250 всадников У нас было около 50 лошадей, из которых примерно 30 мы использовали на пленерских полях Так что нам нужно было еще 220 всадников В Новой Зеландии живет около 4 миллионов человек и 40 миллионов овец А это значит, что если ты снимаешь в сельской местности, придется считаться с фактом, что в сезон стрижки овец нужно забрасывать невод шире Ли Смолейн – режиссер по подбору актеров Если снимать в сезон работы с овцами, то никого не найдешь Ведь как бы фермеры не хотели попасть в кино, они все равно уйдут к своим питомцам Жизнь все время мешает нам работать Мы обратились к парню по имени Стив Олд и нашли всех лошадей, каких могли найти в Новой Зеландии Стивен Олд – координатор по лошадям Я просто выпустил пресс-релиз и пригласил хозяев лошадей нужного роста, и мы смотрели их всех Карл Урбан Эумер Я помню, как кинули клич для всех взрослых всадников, которые хотели бы участвовать в атаке на полонарских полях Это было нечто похожее на Удсток Всадники со всей страны съехались и собрались на поле около Твайзела Умели они скакать или нет? Каждый хотел поучаствовать в съемках Это многообразие людей и лошадей было просто потрясающим Я думаю, примерно так было и в Средиземье Каждый мужчина с конем пришел на битву Было нелегко Оглядываясь назад, я вспоминаю пару канадских парней, которые долго были с нами Джона Скотта и Лайла Эйджа Они присоединились к нам в Твайзеле Джон Скотт – консультант по лошадям Пожалуй, это был один из самых грандиозных дней съемок Если говорить о лошадях, костюмах и количестве народа Мы набрали почти 250 человек А теперь надо было заставить их действовать слаженно Колоннами по двое, четверо с троем по 50 И чтобы они шествовали как воины Стив, мне нужен один в доспехах Одного королевского стража сюда, пожалуйста Многие из этих людей, которые пришли по доброй воле, никогда раньше не были на съемках Они даже не представляли, что им придется делать Стало холодать, мы работали все больше и больше Некоторые приходили и после двух-трех дней заявляли Это слишком трудно И уходили Они просто говорили, я больше не хочу этим заниматься Это не то, на что я подписывался Так что через неделю у нас осталось всего 150 человек Но это были те, кто действительно хотели работать Взял свое старый добрый новозеландский дух И они остались с нами на все время съемок и работали безотказно Они знали, что должны это сделать Люди живут в своих грузовиках и повозках, потому что их негде устроить Это очень удобно, когда люди постоянно рядом со своими лошадьми, мало ли что У нас тут отличная повозка, так что можно спать здесь То есть тут ровная поверхность, так что все счастливы Меня зовут Зоя Миллер, я из Донейдина, это Герман Мы вместе путешествуем на этом грузовичке Он почти стал нам домом У меня тут везде валяются вещи, просто повсюду Но чаще всего мы кочуем в таких вот машинах А вечером немного выпиваем Нас отлично кормят, просто отлично В общем, мы просто общаемся Я пережевываю еду перед тем, как положить ему в рот Ему это не нравится Все в порядке, видите? Какой уровень самодачи? Эй, парень! Он не так понял! Да-да, просто веселимся, ага Всегда веселимся Так что, если не считать трудностей, было много веселья и прекрасного духа товарищества Как ни странно, много крови нам попортил обычный кролик Одна из самых больших опасностей для лошадей — кроличьи норы Если лошадь в нее наступит, она может сломать ногу, сбросить всадника и так далее Так что по площадке, где мы должны были скакать в атаку, ходили специальные люди И проверяли, нет ли где кроличьи норы Конечно, перед каждой атакой, сами всадники, все 300 человек тоже выходили и проводили своих коней через поле А затем вели обратно к месту старта И если они находили какие-то изъяны в земле, мы успевали закопать их Это было довольно сложно Когда видишь этих лошадей в галупе, радуешься О, как красиво! Но подготовительная работа к этой красоте просто огромна У нас были массовые сцены конных атак с множеством каскадеров, лежащих на земле Шейн Ранги каскадер Около 250 лошадей скакали над нами Каскадеры располагались в длинных рядах безопасности На самом деле они не были такими уж большими Но лошади были хорошо обучены и оббегали их Лошади набегали на них вот так И парни перед ними падали на спину Со стороны казалось, что они смятые и раздавленные Так и было Было несколько опасных моментов, но в результате все остались невредимы С лошадьми всегда так Никогда не заскучаешь, когда они летят на тебя Когда снимаешься, например, в сцене атаки, то держишься в седле изо всех сил Потому что если ты в первых рядах, то самое страшное свалиться Ведь сзади еще 250 всадников, которые промчатся над тобой В одной из атак на равнине один из передних всадников упал с коня Его седло съехало под брюхо лошади, и он упал, преследуемый двумя стами лошадьми И они умудрились не тронуть его Вся толпа лошадей сзади раступилась, одна или две перепрыгнули его Я был уверен, что он погиб И вот они пробежали, и он встает И на нем не царапины К счастью, лошади у нас ни разу не сталкивались Никто не пострадал Мы изо всех сил старались сделать хороший фильм Но все же главное, чтобы люди остались целы Понимаете, о чем я? Нам нужны те три парня впереди, и Бернард еще раз проедет перед ними Ему точно хватит места? С ними сцена выглядит гораздо лучше Бернарду пришла в голову идея сделать эту сцену, похожую на военный ритуал, который король проводит перед строем войск Сцена, когда он едет вдоль рядов с мечом наголо, а они склоняют копья и как бы стучат по мечу древками, издавая этот звук Не знаю, я просто, я подумал, вот здорово было бы сделать что-то подобное перед последней атакой на ПЛНовских полях Если бы можно было, если бы я проехал вдоль строя копий, или что-нибудь в этом роде И потом я рассказал это Питу, и он принял мою идею Так что мне нужно было научиться ездить верхом, чтобы выглядеть достойно Бой! Последний бой этого мира! 250 всадников, только подумать Многих я знал, и поэтому я не хотел сесть перед ними в лужу Это здорово меня подстегнуло Он излучал столько энтузиазма и силы, что мы их прям поверили, что он король А потом он воскликнул в атаку, и мы закричали «Смерть! Смерть! Смерть! Смерть!» Это было оглушительно Смерть! 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 Поймать настроение было несложно Представляете, множество всадников в доспехах Теоден, призывающий биться до последнего Это был ошламляющий заряд энергии И вот прозвучала команда И мы понеслись во весь опор, размахивая оружием Это ни с чем не сравнить Более 200 лошадей неслись по равнению Кирк Максвелл, координатор каскадеров Это было потрясающе Они проскакали только половину пути, а земля уже дрожала Это были феноменальные минуты Атакара Хирим – мой главный профессиональный опыт, без всякого сомнения Будет очень нелегко сместить его с первого места Это очень тяжело пережить, когда ты попадаешь в съемочную группу Получаешь лошадь, тренируешь ее Превращаешь из обычной лошади великолепно обученного коня-профессионала Который великолепно работает А потом, когда съемки кончаются, приходится оставлять ее И когда уходишь, у тебя такое чувство, что больше никогда не увидишь эту лошадь Когда съемки подошли к концу в 2003 году Все эти лошади, которые были у съемочной группы Кажется, их было около восьми И те, что были с нами все это время от старта до финиша Все они должны были быть проданы Компания сначала предложила их всадникам Я сам купил одного из съемочных коней, потому что просто влюбился в него Он был просто... Он заботился обо мне, я заботился о нем Вот моя лошадь, Сип Он провел на съемках три года Вначале ему было три, а в конце шесть лет Он один из роханских лошадей И гондорских, и всех остальных Подойди и поздоровайся в камеру Люди, которые никогда не были в такой ситуации, наверное, не поймут этого Он говорит, что хочет, чтобы я почесал ему голову Или сделал что-нибудь еще Весь фильм я давал себе слово, что никогда не куплю ни одну из этих лошадей И что вообще никогда не куплю лошадь Подойди и поздоровайся со всеми, кто смотрит этот фильм, Бланко Да, все они видят тебя на DVD Был какой-то момент Определенности, не знаю точно, чего именно И... В конце концов, я купил Бланко И теперь он сидит дома Он на пенсии Он скачет по холмам и радуется жизни В конце съемок Вигу очень полюбил Уреуса И в конце концов купил его Он любит, когда его чешут вот здесь Я забочусь о нем, пока Вигу не увезет его в Америку Джейн идеальный человек Который бы заботился о нем Знал его И кому бы он доверял Вига очень простой человек И я знаю, что его восхитило, как Джейн ездит на Флориане Как ездит Джейн Эббот В конце съемок я вспомнил, как Джейн сказала однажды Я бы так хотела купить эту лошадь, но она очень дорогая Я сказала, мне так нравится эта лошадь, я так хотела бы купить ее после съемок Но как? Я даже во сне не мечтала получить его Я ведь знала, что моя цена не перебьет цену Веллингтона Знаете, дело было в том, что не только она хотела эту лошадь Наверху тоже имели виды на нее, поэтому она думала, что ничего не получится И вот Вига услышал об этом и сказал Я куплю его для тебя А потом... Я до сих пор храню это сообщение на автоответчике, где он говорит Привет, Джейн, хорошие новости, я купил Флориана Можешь прийти и забрать его Он сейчас на ферме, приходи и увози его Все, что я могла сказать, о боже И я перезвонила ему и сказала Спасибо, спасибо, это чудесно Скажите, сколько я вам должна И большое спасибо за то, что вы сделали А он ответил Нет, нет, я хочу подарить его тебе Никто не заслуживает владеть этой лошадью больше, чем Джейн Ведь именно она выполнила все трюки Она прекрасно ухаживала за конем Так что я рад, что все так сложилось Знаете, в этом весь Вигу просто взял и сделал Потому что он понимал Да Мне невероятно повезло Со стороны Вигу было ужасно мило подарить Джейн эту лошадь Это замечательный гонь Джейн немало над ним потрудилась Он умеет делать кучу фокусов и прочих вещей Какой ты смешной Мне кажется, Василин колец захватил буквально всех Потому что люди приходили отовсюду Просто невероятно Я снимаю шляпу перед каждым из тех, кто ездил верхом и был частью фильма Потому что это самая сложная работа, которая им когда-либо выпадала Я думаю, люди должны всегда помнить, что причина, по которой эти фильмы получились такими Это потому что сто парней с лошадьми выполнили свою работу Я снимаю шляпу перед каждым из вас Не знаю, где вы сейчас, не знаю, где вы Но огромное вам спасибо за то, что сделали великолепный фильм Озвучил по субтитрам Иннокен 33, студии Я Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok